всем доброго времени суток уважаемые а также подписчики и гости моего канала ну вот если вы сразу же видите на столе у меня лежат коробки с ваблерами здесь у меня все чисто коробки для последнее время с ваблерами которым я ловлю на горных реках именно не заточены подлинка да можно сказать подлинка иногда конечно попадается хариус и речь сегодня пойдет об каких-то определенных воблерах да не обо всех если вы заметили на моем канале информации про какие-то воблеры они минимальные да и если про какие-то воблеры я и рассказываю да то рассказываю за те которые действительно понятны понятны и не только мне понятны другим людям и дилетантам и новичкам не может быть профессионалом любому среднестатистическому человеку это все понятно я не берусь глубоко что-то утверждать дать или рассказывать воблерах потому что эта тема очень очень сложно если допустим говорю говорить про механику где физика и математика там науки точно и и все она понятно там формула 2 пир квадрат круга там все такое тут не поспоришь да то есть я имею ввиду говорить про катушки где механика физика там все более четко понятно там точно науки то говорит именно касаемо воблеров здесь никакие точные науки не действуют и если слушать как бы сайте именно мое мнение это будет конечно неправильно может я хочу сказать что именно читая рассказы каждого человека они про именно про воблеры сугубо лючки личное потому что тут много других факторов которые окружают вот это вот все вот один воблер у каждого человека и свой почерк да когда он пишет также и когда он рыбачить у нее свой почерк рыбалки своя за . то есть ложится ему этот воблер может он проводит не так может он кидает не туда куда надо на одной и той же реке и вплоть до того да еще и рыба самый главный фактор как она думает ученые не понимает если кто-то думает что вот этот воблер ловит везде и всегда он кусит когда затишье не затишье и вот именно так это конечно нет потому что никто не знает как думает рыба это на сегодняшний день человеку недоступно от этого конкретно точно касаться этой темы воблеров я конечно не буду что категорически говорит что вот это воблер все и никак иначе потому что я уже много много факторов назвал которые влияют по-разному то есть тут нету констант понимаете то есть нету точности математической очень много всяких факторов которые могут повлиять на это вот вот расскажу и самый элементарный пример все думаю дальневосточные рыболовы которые ловят хариуса они очень четко знают такой момент вот стоят два мутят вместе вот буквально метре друг от друга как правило друзья харюзятники мутят этого хариуса ловят может быть даже какой там на каком-то этапе на разные мухи потом они ловят на две одинаковых мухи кидают вдвоем в одно и то же место но все знают что у одного может ловиться а у другого может не ловиться вообще при том что клево будет бешеный такой что один ловит один за другим а другой на ту же самую муху кидают то же самое место поплавок за по плавком идет вот так вот сантиметров тридцати один ловит мешками этих оризов а другой не ловит ничего на одну и ту же муху вот в чем секрет вот вот такие моменты есть я думаю многие рыболовы с такими моментами встречались в чем это обусловлено может быть леской вроде как и сложной и снасть не сложная лески примерно у всех одинаковые поводки у всех одинаковые но что-то вот не то не подвластно даже такие элементарные вещи как с мухой ловить кидать в одно место на одно на один и тот же поводок и один ловит другой не ловит даже то непонятно да что происходит то тем более с воблерами и со спиннингом это еще все тяжелее понимаете и я не берусь про какие-то воблеры говорить очень очень математически точно хочу сказать что у меня их много всяких разных есть вот например для начала разговора я покажу и всякие разные дорогие есть вот у меня семейство всех всевозможных сметов вот здесь вот у меня в этом отделе лежат только одни воблеры от смита не дорогие до называть их конечно не буду думаю кто узнает кто чего тут все понятно а нет один у нас и бейтс лишь затесался до чуть-чуть ошибся но тем не менее все равно не дешевый воблер то есть а к чему это все начиная разговор что вот я не то что там рыбачу одними китайскими воблерами есть у меня и очень дорогие и в то же время у меня есть и очень дешевые китайские воблеры я не брезгу я всеядный понимаете я не брезгу и ловить ничем не китайским не японским там никаким не дешевым недорогим ловлю всем как бы сказать и предпочтение у меня какого-то нету что только дорогие воблер или только дешевые пробую все все ловлю не заморачиваюсь но последнее время начинаю замечать что вот по сегодняшним ценникам да что-то дорогие воблеры как-то вот и не оправдывают ну как бы сказать из практики своей цены конечно качество у них хорошее соотношение цена-качество и мне кажется тоже уже начинают не оправдывать блин ну еще и что-то и ловят не шибко так супер за эти деньги можно взять воблер и в два и в три раза дешевле которые будут ловить не хуже например вот этих же сметов да вот так чему хочу сказать и сейчас пойдет речь о конкретике по воблерам эти все коробочки откидываю и хочу вот именно опять касаемо моего пас моей последней крайней рыбалки и тут большинство в своем лежит короче воблеры youtube овские да они многие не разловлены как бы сказать многие тут новые модели и вообще только новые модели от youtube появилась и новые модели которые я купил то есть они уже на рынке давно ну я их первый раз жизни к примеру купил да как бы сказать тут как бы все непонятно ну и для примера я хотел бы вот как допустим в одном классе вот рассмотреть вот ну и так примеру да можно сказать вот такие вот воблер ки они будут одни от именитых брендов до будет вот такой вот не именитый бренд и тума вот посмотрим вот так вот примеру я к чему это вот все рассказываю показываю потому что вот это у меня накопился мой опыт определенные за последние года рыбалок вот я люблю кранки у них существует своя большая качественная игра ну скажем так задается да они сами себе задают как правило она высокочастотная и низкая амплитудно но она своя и они хорошо держат струю вот и именно сегодня речь пройдет вот по такой вот воблер от youtube а называется он чип 40 fmr тут уже подстерлась рыбачил он бесперерывно у меня два дня видите тройники его уже потерли за два дня он у меня безвылазно был в воде крючки у неё овнаровские японские все хорошо и вот это как раз я вам рассказываю про кара крайнюю мою рыбалку где я ловил про спидинг хайлайт где я вот испытывал вот этот воблеры и я решил целых два дня посвятить одному воблеру чтобы уже четко представлять как он работает ну и соответственно почему я выложу еще вот эти вот воблеры они в принципе все можно сказать с моей точки зрения в одной категории они все примерно более-менее по одной длине до в одной весовой примерно категории до плюс-минус там грамма да вот видите все почти в одну длину в одну свою категорию принадлежат они семейству кренков почти все одинаково иглу глубиной заглубления да так показывает сравнения по длине то есть это все в принципе можно сказать семейство братьев да если можно выразиться так вот здесь у меня видно что братья очень такие они дешевые это у нас супер камеон смит это у нас магнум от лаки крафт кренг очень такой своеобразной с такой и лопатой трапециевидный очень мощнейший игра в руку колотит это джакал джакал ласка это у нас жакал черри лишь шакал как правильно читать вот это культиво все они хорошие воблеры спора нет стоят они конечно недешево вот эти вот фирменные воблеры и все они по-своему рабочие действительно не все рабочие на всех на них ловится но и цена их тоже такая вот как бы сказать ну я вот начиная например испытывать как бы сказать такие моменты вернее использовать такие моменты экспериментально когда вот бывает такой момент что рыба ловится на все рыбы много рыба клюет и ловится на все один за другим и уж такие вот моменты как правило я начинаю пробовать приманки которыми я никогда не ловил либо не разлавливал чтобы понять то есть когда рыба кидается вообще на все чтобы понять ловистая эта приманка насколько она уловистая вот например два шакала до один аска другой черри когда вот этот ленок чуть ли не в лодку сам запрыгивает вот этого черри он очень плохо работает даже при сильной мощной активности линка он работает плохо а когда ленок и не активный или еще какие-то факторы вообще практически не работа вот например тот же воблер от жакала аска работает намного лучше намного приятнее но в таком цвете интересным до работа четко можно сказать братья от одного бренда да все один работа от другой один плохо работает а другой работает отлично вот что можно сказать опять же в начале разговора я возвращался это возвращаюсь к этому это мое личное мнение трудно понять муж я кто-то будет как-то лучше там кидать этим воблером может другое место можешь игру какую-то там что-то будет муж рыба там будет в этом месте стоять муж и река такая нагорная река несет течением на сплаве трудно проверить какой воблер рабочий какой воблер не рабочий ты не стоишь на одной точке где стоит рыба тебя ее уносит и приходится искать эту точку ты кинул может быть очень ловчим воблером а ты кидаешь там а километр рыбы на этом плюсе не стоит ты прокидал там просто пусто от этого тебе показалось что вот воблер не рабочая на самом деле он может быть классно рабочий от этого горная речка нам к восприятию очень тяжелая это конечно не западные реки почти стоячей водой особенно прудовые там купрут какой-то там озеро стоячего там там вообще все понятно как два пальца об асфальт у нас на дальнем востоке все эти момент они усложняются скажем так физическими возможностями реки и географии до этого даже люди знают вот как геннадий кузьмин как говорит приезжают они там она платник на форелевый ловить кстати гена кузьменко те от меня привет сейчас вот тебя вспомнил приезжаешь и там на платный файл на платник ловить эту форель там канавка то такая можно ее переплюнуть до где у них там на видео он постоянно рыбачить а бывает момента опачки и не берет и целый день ты там стоишь это меняешь и то кидаешь и вот уже ее там а переплюнуть можно не берет рыба и не берет понимаете вот о чем я хочу сказать так же как и 10 тоже на дальнем востоке многие говорят да что у вас там а рыбы валом больнее вот ее валом да она хоп и не берет вот как в этом платнике понимаете вот все может даже и видно видно стоит даже такое количество что и многое может даже стоять столько что дна не видно все в рыбе она не берет ее проще забагрить чем-то тройником чем поймать то есть такие моменты метаморфозные они происходят в природе и никто не знает что там рыба думает в это время что и не нравится что и надо ни один ученый ни один гений пока на этот вопрос не может ответить а тем более мы простые рыболовы да и вообще даже можем только фантазировать по этому поводу от этого что тут говорить за какую-то конкретику вот и что вот я именно хочу сказать проработал я вот этим воблером чип два дня он не очень понравился он вот из всего из всех вот этих вот своих братьев он самый легкий вес его 3 грамма 75 миллиграмм глубина заглубления до 1 метра длина 40 миллиметров либо 4 сантиметра вот все его характеристики крючки у него овнаровские все он от своих аналогов он потонше видите сделан по длине такие же но честно скажу системой дальнего заброса он не обладает вот шумовой камеры он обладает но это не система дальнего заброса просто шумовая камера допустим если вот смит супер камеон он это просто там его грузка чуть-чуть шуршит он практически беззвучный да вот если взять у нас лаки крафт magnum он вообще очень сильно шумовой у нее система дальнего заброса и шумовая поперечная камера сбоку на бог да он барабанит и вдоль и поперек он весь напичкан то есть очень шумовой еще игра из этой лопатки такая мощная шаш руку дробит к концу дня там уже там спиннинг положил идешь у тебя еще руки там трясутся если половить денек вот таким воблер ком но тут тоже трудно сказать что лучше что хуже когда рыбака активная да не заметил активная рыба она конечно на вот на такие очень сильные игры шуму и воблера она выскакивать сразу же когда рыба меньше активная это опять же мое личное мнение я заметил что она выходит на менее шумовые воблеры где нет никаких шариков ничего не катается вот как с метками он у на вот выходит воблер у нас ютубовский чип он получается что-то среднее он и не сильно шумовой он и сказать и не беззвучный что-то такое средненькое вот окна к отношению к этим двум воблерам да если вот так вот разобраться и получилось так эти два дня не два дня мы рыбачили с андреем рыба была неактивная неактивная и андрей рыбачил на лучшие воблеры которые когда-либо работали вот я рыбачил вот этим чипом принципиально два дня и я не знаю как это сказать половина него очень много рыбы отработал замечательно после этого еще видео будет еще фильм про эту рыбалку посмотрите как он работал на него лавиус и хариус и крупный ленок и игра у него хорошая он на струе не сваливается нормально держит струю это самое главное на горной реке когда тебя несет еще разделение струй смешивание струй вот этих вот все да он переходит через эти вот обратки всевозможные там аж бывает лодку то двухместную резину и изгибать начиная да на таких перепадах струи ну то есть нормально держит струи нормально работает отлично закидываться очень даже хорошо закидываться и хорошо ловит рыбу вот даже в то время когда мы рыбачили два дня был очень плохой клёв и каких встречали рыболов на речке все очень жаловались что никакого толком клёва нету вот это воблер отработал вообще изумительно андрей в основном рыбачил на такого нас ку тоже хороший воблер хорошо ловит когда рыба активная not в то время он тоже поймал но он принес андрею по моему четыре рыбины как допустим я на этот воблер поймал больше 20 рыбин то есть разница существенная в этот момент конечно я не производил какие-то соревнования да между всеми вот этими воблерами но скажу в целом практика показывать что данный воблер чип от youtube а вполне за свои денежки а он самый дешевый среди вот этих вот если сравнить а если и сравнить по уловисти что получается ни одному из этих воблеров он по уловисти не уступает а я бы сказал что вот на тот момент он и превосходил может быть наступят какие-то другие условия там погода осень там еще какие-то факторы давления там вода большая маленькая там буду я докидывать до места не буду может быть в каком-то моменте он будет и хуже чем другие воблеры но очень хорошо он за эти денежки отработал и брал я его именно вот этот воблер с таким расчетом чтобы заменить дорогой смит супер камеон который у нас хабаровске стоит больше тысячи рублей вот 10 цена этого чипа ровно в три раза дешевле чем смита камеона то есть в принципе мои предположения сбылись а заменяет очень даже неплохо хороший полет хорошая дальность точность держит струю хорошо липнет рыба к нему вот если даже посмотреть у них номера крючков даже по моему одинаковые у чипа чуть-чуть по моему побольше на номер тоже что кстати даже и хорошо кстати вот у смита камеона когда садятся крупные линки два с половиной там и больше ну скажем так больше больше двух килограмм можно сказать так проблема что когда линок уже большой там четверка к примеру четыре килограмма три с половиной он очень упасть большая и маленькие крючки уже ничего не зацепляет часто сходит а у этого воблера крючки чуть-чуть побольше и как бы вообще нормально он держит нормально его заглатывать рыба и сходов никаких нету а вот в этом плане когда рыба активно мне вот вообще нравится жакал аска как видно что у него в отличие от других братьев до крючки намного намного больше тут вообще классно когда рыба берет на него на такого маленького вольберка и крючки у нее такие не детские только щелк и как раз вот леночек даже этой мешонок очень вполне достойно вот на такие номера крючков садятся крючки здесь гамакацию это мои любимые крючки от этого вот этот воблер я тоже очень люблю и уважаю вот и я бы не сказал много многие могут подумать что при забросах много будет перехлёстов да ну я бы не сказал что много перехлёстов этих тройников вполне все нормально вот так же вот у данного воблера я рыбачу два дня перехлёстывается он очень очень редко то есть конструктив сделан такой что очень редко идет перехлёстов при забросе тоже очень мало а то бывает такой воблер поставишь заброс перехлёст заброс перехлёст заброс перехлёст и были нужны ашу в морозить начинать здесь немного перехлёстов я бы сказал самый минимум к к отношению к другим воблерам могу сказать что удача этого воблера вернее это замена этого воблера на другие более дорогие бренды допустим как smith super canyon камеон состоялась удачно мне он понравился этот воблер урок и конечно вам тоже его рекомендую уважаемые ну вот кому понравилось видео ставьте палец вверх подписывайтесь на мой канал делитесь видео с друзьями до свидания до новых встреч